Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жубкаев и вот что в нашем выпуске. Получили мандаты, избрали спикеры, рассмотрели 10 вопросов. Сегодня состоялась первая сессия депутатов Народного Собрания Республики 7-го созыва. Полностью оснащена, что позволит оказывать первичную медицинскую помощь на высоком уровне. Врачебная амбулатория открылась в Орженикидзовском. Его имя внесено золотыми буквами в историю страны, а благодарные потомки всегда будут помнить о нем. Герою России Султан Хамиду Биджиеву исполнилось бы 105. Это позволит детям проводить исследования, создавать технические модели, писать научные работы. В селе Ильичевском открылась точка роста. Первая сессия Народного Собрания Карачаева Черкесии 7-го созыва прошла сегодня в Доме правительства. Депутатам предстояло определиться с кандидатурами председателя парламента и представителем республики в Совете Федерации. В работе сессии принял участие глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Подробности у Артура МХЦ. Перед началом сессии руководитель регионального избиркома Лариса Абазалиева вручила мандаты депутатам, только что вошедшим в состав 7-го созыва. Чуть позже она уже перед представителями исполнительной и законодательной власти озвучила полную статистику прошедших недавно выборов. В выборах приняли участие 203 324 избирателя, что составило 68,09 от общего количества избирателей. Постановлением избирательной комиссии 9 сентября выборы признаны состоявшимися, а их результаты действительными. Избраны 50 депутатов. К слову, список народных избранников пополнился почти двумя десятками новых имен, то есть обновился на 36%. Депутаты поделились ожиданиями от предстоящего межпартийного сотрудничества. В первую очередь, так как я являюсь медиком, хочу помогать по медицине, в том плане у нас кредиторской задолженности в больницах. Надо как-то это решать. Будем работать в эту сторону, в первую очередь. Наша фракция представлена в парламенте республики в количестве двух человек. Основные и приоритетные направления нашей деятельности мы планируем направить на улучшение качества жизни жителей нашей республики, на разработку, реализацию региональных программ, направленных на поддержку многодетных семей, малообеспеченных слоёв населения. Первое заседание Народного собрания 7-го созыва начал старейший из депутатов Исмаил Качиев. После определения состава счётной комиссии члены парламента должны были выбрать председателя. Кандидатуру спикера Народного собрания предложил глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Главное слышать наших жителей, наших избирателей. Дорогие друзья, я вас искренне хочу поздравить с избранием депутатами Народного собрания Парламента Карачаева-Черкесской Республики. Избрание на должность председателя парламента мною внесена кандидатура Иванова Александра Игоревича. В президиум регионального политического совета, я сегодня представил, региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». Указанная кандидатура согласована с президиумом Генерального совета партии. После тайного электронного голосования председателем Народного собрания 7-го созыва избран Александр Иванов. Он поблагодарил депутатов за оказанное доверие, заверил, что продолжит трудиться, чтобы регион становился еще лучше, краше, комфортней. Коллеги, мы будем конструктивно работать во благо Карачаева-Черкесии и поддерживать тот курс, которым ведет республика к успеху Рашид Варизович Тимрезов. Я считаю, что успех нашей республики, успех нас всех заключается в конструктивной работе парламента, правительства. Следом была определена кандидатура сенатора от Карачаева-Черкесии, которого выбирают депутаты парламента. Представителем республики в Совете Федерации вновь избран Ахмад Салпагаров, чей опыт, без сомнения, поможет и далее плодотворно работать, взаимодействовать со всеми ветвями власти в регионе и стране. Артур Мухцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Завод «Халадмаш», выпускающий промышленное холодильное оборудование, вышел на новый уровень производства. Предприятие представило новые образцы холодильной техники. Об этом сообщил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Уникальное производство 60-летней истории сегодня производит оборудование, которое является неотъемлемой частью технологических цепочек предприятий, пищевой, химической и нефтехимической отраслей промышленности, но и не уступает своим характеристикам зарубежным аналогам. При этом срок изготовления с поставкой по России в разы меньше, чем обеспечивают импортеры. В планах предприятия постепенная техническая модернизация и развитие производства усовершенствованной линейки поршневых холодильных компрессоров, что дает нам возможность обеспечить импортозамещение в сегменте промышленного холодильного оборудования. Именно так, развивая собственные предприятия, создавая конкурентную продукцию, используя новые технологии и современное оборудование, мы можем прийти к устойчивой и динамичной экономике, что является одной из семи национальных целей развития России до 2030 года, поставленных президентом Владимиром Путиным, отметил глава Рашид Тимрезов. В поселке Орженикидзовском прошло торжественное открытие новой врачебной амбулатории. Данный медицинский объект рассчитан на 130 посещений в смену и оснащена современным оборудованием, что позволит оказывать первичную медицинскую помощь на высоком уровне. Подробнее расскажет Олег Аль-Лепшоков. Открытие новой современной амбулатории для жителей поселка Орженикидзовский стало знаковым событием. Данное медицинское учреждение было построено в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов поздравил жителей населенного пункта и подчеркнул, что с вводом в эксплуатацию этой амбулатории люди смогут получать качественную первичную медико-санитарную помощь. Это не просто медицинский объект, а настоящая опора для здоровья наших граждан. Место, где каждый сможет получить заботу и внимание. Создание этой амбулатории стало возможным при поддержке главы Карачаева Черкесской республики Рашида Борисовича Темрезова. Наша амбулатория оборудована всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи и рассчитана на 130 посещений в смену. Ранее в поселке Орженикидзовском действовала участковая больница, которая уже не могла функционировать из-за изношенности самого здания. Приятно видеть, что новая современная амбулатория оснащена всем необходимым и каждый сможет получить медицинские услуги, не выезжая за пределы своего населенного пункта, отметил заместитель министра здравоохранения Карачаева Черкесии Владимир Селиванов. Еще в 2019-2020 году я помню, четко сюда приезжал, смотрел, что и как, и четко помню, хорошо запомнил обвалившийся угол там, где в стационарном отделении, помните, есть там у вас печка или что-то было, вот это все было обвалено, на это было страшно смотреть. И сейчас вот новое помещение, новое здание, пускай оно может быть не такое большое по размерам, но оно функциональное и то, которое требует реалий сегодняшнего дня. После вторжественной обстановки мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов и заместитель министра здравоохранения республики Владимир Селиванов, перерезав красную ленту, дали старт работе амбулаторий в поселке. Структурой данного медучреждения предусмотрены различные кабинеты, включая регистратуру, палату дневного пребывания, стационара, а также прививочные и смотровые кабинеты. Здесь есть все необходимое для работы, уверяют медики. Здесь есть у нас прививочные кабинеты, у нас есть кабинет федиатра, у нас есть кабинет терапевта, есть кабинет вакцинации, кабинет дневного стационара, все, что должно быть первично в звене здравоохранения, вот эта врачебная амбулатория на сегодня соответствует и отвечает всем требованиям по законодательству нашей страны. Также в новой амбулатории уделено особое внимание доступности предоставляемых услуг для маломобильных посетителей, чтобы каждый мог получить необходимую медицинскую помощь. Алихан Лепшоков, Вести, Карачаева, Черкесия, поселок Ордженкидзовский. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии кратковременные дождь и гроза в отдельных районах сильный. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, порывы будут до 12-14. Температура ночью 9-14, в ирах до плюс 9, днем 17-22 градусов тепла и местами до плюс 14. В северных и южных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, порывы будут до 14. Температура ночью 12-14, днем 20-22, высокая пожароопасность. 50 предпринимателей Карачаева-Черкесии получили гранты в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В республике продолжается реализация мероприятий, разработанного по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава республики Рашид Тимрезов. В первую очередь, это гранты, благодаря которым предприниматели республики, в особенности начинающие, могут воплотить в реальность свои интересные, а главное уникальные идеи. Одна из важных задач на сегодня, по словам Рашида Тимрезова, обеспечения необходимыми мерами поддержки для малого и среднего бизнеса. И тогда будет реализован еще не один десяток уникальных проектов, которые в дальнейшем внесут существенный вклад в социально-экономическое развитие Карачаева-Черкесии. На базе ЦМИД прошел форум «Мой бизнес. Молодежь будущего». Министр экономического развития Республики Артур Езау сообщил, что только за 2023 год количество молодых предпринимателей в России выросло на 20%, а за 4 года этот показатель увеличился в полтора раза. На форуме прошел семинар «От идеи до старта», проведенный Юлией Лагиновой, бизнес-консультанта по стратегии развития компаний. Спикер поделилась опытом создания бизнеса, подчеркнув важность бизнес-планирования, финансового управления и продвижения. Участники активно задавали вопросы и делились своими инициативами. Страна должна помнить имена тех, кто ковал великую победу, кто подарил мирное небо. Наш земляк Султан Хамид Лакманович Биджиев встал на защиту Родины с первых дней Великой Отечественной войны, сражался с врагом на Курской дуге. За проявленную храбрость и мужество капитану авиации присвоено звание Героя России посмертно. Но его имя бессмертно. В станице Зеленчукской прошло патриотическое мероприятие, посвященное памяти славного сына Карачаева Черкесии. Алла Качиева подробнее. В этом году Герою Российской Федерации Султан Хамиду Лакмановичу Биджиеву исполнилось бы 105 лет. С 2018 года его имя с гордостью носит вторая школа в станице Зеленчукской. На сегодняшний день в образовательном учреждении 652 учащихся. Периодически здесь проходят уроки мужества памяти капитана летчика штурмовой авиации Султан Хамиду Биджиеву. Несмотря на юный возраст, школьники из рассказов своих дедов и прадедов знают, какой ценой досталась та самая победа в 45-м. Мы им благодарны очень. Они ведь защищают нашу жизнь и Родину. Мне бы хотелось жить в мирном, спокойном мире, где нет войны, чтобы дружили все народы вместе. Зачем война, если можно спокойно общаться, дружить? И чтобы был этот самый мир на земле, участник битвы на Курской дуге Султан Хамид Биджиев на своем штурмовике Ил-2 совершил 91 успешный боевой вылет. Уничтожил 11 танков противника, 32 автомашины с войсками и грузами, 6 повозок, подавил огонь 9 зенитных точек. В составе группы взорвал 5 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Героизм и мужество Султана Хамида Биджиева, проявленные в годы Великой Отечественной войны, отмечены орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Знака Почета, Отечественной войны Первой степени. А в 1995 году указом президента ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. О бессмертном подвиге Султана Хамида Биджиева говорили на очередном памятном мероприятии. «Именно патриотизм, любовь к родине, начиная со школьной семьи. И на примере наших отцов-дедов, которые защищали нашу родину, проявляя мужество и героизм, и порой собственной жизнью, мы живем благодаря их в такой спокойной стране. И мы не можем это забывать. И это должно передаваться из поколения в поколение. Потому что они не зря воевали, не зря жизнь отдавали за нас». Султан Хамида Биджиев внес неоцененный вклад в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь Карачаевой Черкесии и в мирное время, находясь на партийной и хозяйственной работе. Сегодня дело героев продолжают славные потомки, защищая интересы родины в зоне специальной военной операции. Сейчас на передовой десятки ребят и из Зеленчукского района, отметили собравшиеся. «Мы выпустили в большую жизнь много достойных выпускников. Мы выпустили в первую очередь людей с большой буквы. Кроме Султана Хамид Лакмановича Биджиева, школа гордится своими выпускниками, которые погибли, участвуя на СВО. Это Чагаров Тимирлан, это Николенко Денис и теперь вот Суворов Артем, смерти которого, о гибели которого школа узнала совсем недавно. Это наш выпускник». «Наше непростое время, сложное очень время. Надо наших детей воспитывать в патриотическом духе. Мы сегодня отмечали праздник героя нашего, с которого дети должны брать пример. Слава Богу, что у нас сильная, мощная родина, что есть такие люди. Без армии ни одна страна не существует. Армия – это оплот того, что у нас будет независимость. Это то, что мы будем жить на своей земле. Никакой враг нас не достанет. Наши дети должны видеть этому и учиться». Он – пример настоящего патриотизма и интернационализма. Своё имя, ветеран Великой Отечественной войны Султан Хамид Лукманович Беджиев, золотыми буквами вписал в историю страны. Память о герое Российской Федерации будет жить в сердцах благодарных потомков. Алла Качиева, Матчучаев, Ренат Муков. Вести Карачаева-Черкесия. Станица Зеленчукская. В день рождения республики распахнулись двери 19 новых центров образования «Точка роста» Карачаева-Черкесской республики. Любовь к естественным наукам и точным новшествам в технологии учеников села Ильичевская Прикубанского района теперь будет подогревать оснащенные по последнему слову техники учебные кабинеты. С торжественного открытия репортаж Фатимы Дауровой. Главных гостей торжества представители Министерства образования, администрации района и села ученики и преподаватели маленькой сельской школы ждали при всем параде. Такое событие случается не часто, оттого и яркость происходящего, и эмоции детей настоящие. Они подготовили праздничные номера, которые украсили торжество. Всех приветствовала и поздравила с открытием Центра образования естественной научной и технологической направленности министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Благодаря поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, главы Карачаева-Черкесской республики Рашида Борисбевича Тимрезова, с 2019 года по сегодняшний день у нас уже в субъекте открыта 131 точка роста. И в этом году открываются еще 19. Таким образом, до конца года во всех школах, расположенных в сельской местности, у нас будут вот такие вот замечательные точки роста. Символическую ленту вместе с гостями перерезали младшеклассники. Каждый из них оставил кусочек красной ткани на память об этом событии. Затем делегацию проводили к кабинету, в котором такие предметы, как биология и химия, теперь будут изучаться углубленно и не только в теории, но и на практике. Свойства технологических новшеств продемонстрировали старшеклассники, а гости были в роли испытуемых. Измерение проводится с помощью сенсора давления. Результаты мы можем увидеть на мониторе экрана. В комплекте такой файл-файл-скоп, позволяющий контролировать прекращение и возникновение характерных тонов. Послушиваем их в ключевой архиве. Использование инновационных подходов к процессу образования делает учебу нескучной и современной. Главная цель такого проекта – создать в глубинке образовательную среду, соответствующую требованиям времени и современным цифровым реалиям. Дети с большим интересом делают это все, узнают, настраивают. Умения вот эти намного лучше, чем у нас. Они могут сами настроить, установить программу, сделать опыт. Им это намного интереснее, естественно, чем в учебниках. И все это отражается в интерактивной доске. Конечно же, это имеет большое значение в знаниях, умениях и навыках, конечно же. Такое оснащение и программа проекта позволяют детям выйти на совершенно новый уровень, проводить исследования, создавать технические модели, писать научные работы. Это все было продемонстрировано учениками на месте в кабинете технологической направленности. Добрый день, уважаемые гости! А робот модели 424 местного производства пригласил гостей оставить пожелания на тематическом баннере на одной из стен школьного коридора. Фатима Дорова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Спортивные вести. В Севастополе проходил Кубок России по армрестлингу. В соревнованиях приняли участие более 70 участников из 15 регионов, в том числе спортсмены из Карачаева, Черкесии, которые по итогам завоевали 4 медали в разных весовых категориях. Альберт Кенжев завоевал золото, Руслан Темирлиев и Белла Бачаева серебряные медали у Шамиля Бастанова-Бронзова. Тренируют Умар Узденов и Бородин Эркенов. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Дама с собачкой». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин